Гостеприимная Любина всегда рада любимым гостям. Сегодня 14 июля в особенности. В рамках празднования царских дней торжественно открывают часовню страстотерпца императора России Николая II. От храма святого преподобного Серафима Саровского крестным ходом к новой часовне Любинцы доставили икону с изображением императорской семьи. В 2002 году члены царской четы были канонизированы, причислены к лику мучеников Русской Православной Церкви. Последний император России Николай II на Омской земле побывал дважды, будучи еще цесаревичем в 1891 году и за два с половиной месяца до кончины 28 апреля 1981 года, когда комиссар Яковлев, перевозивший царскую семью из Тобольска в Екатеринбург к месту казни, изменил маршрут и повернул поезд в сторону Омска. Именно станция Любинская стала переломным пунктом в истории царской семьи. До этого момента государь с супругой могли бежать из-под стражей и тем самым сохранить жизнь. После остановки на станции Любинская такой возможности у них уже не было. Чтя трагическую дату истории России, Любинский встает в один ряд с такими городами, как Санкт-Петербург, Тобольск, Екатеринбург, где ежегодно 16-17 июня проводятся царские дни в память о последнем российском императоре и его семье. Новую часовню, в которой любинцы увековечили память о Николае II, можно смело включить в туристический маршрут, который уже не первый год разрабатывает краевед Валентин Букреев. Как минимум 15 объектов насчитывает он, с которыми можно познакомить всех гостей поселка. Дендропарк – здание железнодорожной станции, где останавливался Николай II, изба-музей, центр традиционной народной культуры. От часа до двух. За это время Валентин Букреев готов проводить ознакомительную экскурсию для всех гостей. Мы сегодня уже прорабатываем программу «Царская тропа». Я думаю, это не только по линии «Царская тропа», районы развиваются в разных направлениях. То есть у нас сегодня, если мы говорим по райцентру, это вот вехи, это эпохи. Мы их запечатлели, может быть, не в бронзе, может быть, в камне, но на этих фотографиях, во всем. У нас вот это вот проходит и доходит до музея. Мы хотим, чтобы человек, прибывший на землю Либинскую, он ощущал вот эту неразрывность времени, неразрывность, что человек – песчинка, а есть эпоха, есть жизнь. У нас интересная природа, у нас вообще красиво все, люди хорошие, к нам можно приезжать. Радостно привезти гостей, привезти паломников, что для нас хорошо, поставить свечи в память о императоре Страстотерпце. Мы рады. Еще одна гордость района – спортивная база. На 360 метрах квадратных расположился учебно-тренировочный комплекс для всех видов спорта. В 100 метрах от спортсооружения располагается база отдыха «Политотдел». Бассейн, лечебные учреждения. Этими благами пользуются все спортсмены. В прошлом году, это в 2011 году, нам, спортсменам Любинского района, отдали начальную школу. Это 360 квадратных метров, из которой мы за полгода сделали учебно-тренировочную базу для подготовки не только спортсменов Любинского района по всем видам спорта. Но я думаю, эта база находится в 30 километрах от города Омска. Она будет удобна. И будут тренироваться и другие команды, которых мы приглашаем. Поселку всего 102 года, но у него очень богатая история. И Любинцы готовы принимать гостей и знакомить их с историей своей малой родины. Песня светлая Субтитры создавал DimaTorzok